Константин Сергеевич Свой ежегодный отчет глава муниципалитета Андрей Иванов начинает с почетной миссии. Вручает знак почетного гражданина Одинцовского округа нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны, фронтовому разведчику, участнику парада победы 1945 года Константину Сергеевичу Федотову. Всю свою жизнь я главным считал служение Отечеству, служение народу своему. И начиная с юношеских лет это просматривается, когда еще только началась Великая Отечественная война, тогда мы трудились вместо ушедших на фронт отцов, братьев. Затем, значит, в годы Великой Отечественной войны я был отобран для участия в параде победы 24 июня 1945 года. До сих пор каждый день Константина Сергеевича расписан по минутам. Он ведет активную патриотическую работу в школах и садах. Звание почетного гражданина Константину Федотову было присвоено 28 марта, в день его 95-летнего юбилея, единогласным решением Совета депутатов и жителей округа. После вручения знака глава перешел к подведению итогов непростого 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса, большинство социальных объектов, крупных дорожных развязок и путепроводов были сданы в срок. Правительству Московской области удалось не просто сохранить, а увеличить объем адресной помощи семьям с детьми, ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На это способен только по-настоящему сильный регион, регион-лидер, наша с вами Подмосковья. Такие результаты невозможно без тесного диалога власти с жителями, подчеркнул глава. Рабочие совещания проходят открыто, благодаря трансляции в интернете. Проблемы и обращения анализируются в Центре управления регионом. Действовать на опережение главное в работе органов местного самоуправления, уверен Андрей Иванов. Одессовский округ по итогам года тоже взял новую высоту. Мы вошли в тройку самых эффективных органов местного самоуправления. Сохранили лидирующие позиции в сфере безопасности, в социальных вопросах, в обеспечении жильем врачей по числу малых и средних предприятий, по инвестиционной привлекательности и по многим-многим другим направлениям. Цели, стратегию и приоритеты работы определил губернатор Подмосковья. По словам главы муниципалитета, в следующем году нас ждут еще более масштабные преобразования. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.